Поблагодарить за добросовестный труд и неоценимый вклад в развитие ракетно-космической отрасли. В стенах НПО «Энергомаш» ко дню российской науки прошла церемония вручения благодарственных писем с участием депутата Государственной Думы Ирины Родниной и химкинского депутата Николая Томашова. Награды вручили молодым ученым, инженерам, конструкторам, а также слесарям, которые принимают участие в разработке и производстве мощных жидкостных ракетных двигателей. По словам Ирины Родниной, в последние годы государство все больше уделяет внимание специалистам, занятых в научно-практической деятельности. Я помню, что еще буквально лет 7-8 назад был такой разговор, и говорили, что очень тяжело молодых привлекать, и мало молодых ученых. Сегодня эта ситуация меняется. И внимание, и финансы, и самое главное, те возможности, которые появились, даже технические возможности, это помогает развитию нашей науки. Потому что наука – это двигатель вперед. Сегодня в «Энергомаше» трудятся десятки молодых ученых, доктора и кандидаты наук. Успешно функционирует аспирантура. Сильнейшая научно-конструкторская школа – это то, что отличало предприятия десятилетиями, и сегодня ставит их в один ряд с другими крупными химкинскими предприятиями, такими как НПО «Лавочкино», МКБ «Искра» и «Факел». Это как раз те предприятия, которые локомотивы не только нашего городского округа, как и в экономическом плане, и в принципе, это те предприятия, о которых знает вся страна, а в последнее время все больше знает и весь мир. И нам правда есть чем гордиться. НПО «Энергомаш» прославилась производством двигателей, поднявших в космос ракеты с первым искусственным спутником Земли и с первым человеком, а также созданием уникальной многоразовой космической системы «Энергия Буран». Александр Сергеев, Вильфрид Дымковский, Новости Химки ТВ.